Теперь давайте рассмотрим основные характеристики тестов И я начну с нескольких провокационных вопросов И те, кто у меня был на рассказе в Эврике, наверное, их помнят Я хочу вас спросить, хорош ли тест, который детектирует 100% больных? То есть, если человек больной, этот тест всегда говорит, что человек больной Не обязательно Не обязательно Два совершенно правильных выклика из зала А что со здоровыми? Совершенно разумно И не обязательно Казалось, что-то оттуда было А значит, ну, совершенно естественно, да Точно так же, те, с которыми все время правильно классифицируют здоровых Не обязательно хороший тест И даже если мы вот получим на выходе такую замечательную цифру Что тест прав 99,9% случаев Правильно классифицировать больных от здоровых Это тоже может быть не очень хороший тест Вот, объяснение очень простое Давайте рассмотрим редкую болезнь Которая частота встречаемости Один на тысячу, да? И какой тест будет детектировать 100% больных? Самый простой тест, это всегда говорит, что человек больной Да? Тогда мы обязательно детектируем всех больных Он совершенно бессмысленный, но он соответствует первому критерию Он детектирует 100% больных Совершенно естественно, тест, который правильно детектирует здоровых Это тест, который будет говорить всегда Да, ты здоров Да? А тот же самый тест, который будет говорить Да, ты всегда здоров Будет угадывать в 99,9% случаев Для болезни редкой Одну не на тысячу, да? То есть, вот эти цифры 100%, 100%, 99,9% Они могут как-то звучать обнадеживающе, да? И могут ничего при этом не значить Поскольку вот наш замечательный тест Мы просто говорим, что да, вы всегда здоровы Да? И угадываем в 99,9% случаев Вот, поэтому необходимо комбинировать эти две характеристики То есть, в какой доле случаев Когда тест говорит, что человек больной Этот человек действительно больной Это чувствительность теста И также, какую долю здоровых Этот тест диагностирует правильно То есть, его специфичность Вот, тут, значит, просто это дано в виде таблички Да? Вот, то, что жизнь Это вот реально человек заболеет или нет Да? А тест, соответственно, тоже говорит Человек заболеет или нет Вот, и, значит, идеальный тест У него C и B будут нулевые Да? То есть, он всегда абсолютно правильно классифицирует Да? Если у нас появляются какие-то циферки в C и B То, значит, специфичность или чувствительность уходит от 100% Вот Ну, я не буду вдаваться в математические подробности Но что является стандартом, когда мы говорим О именно статистической характеризации теста Да? Как он с точки зрения статистики и теории вероятностей Хороший ли он предиктивный тест? Имеет ли он предсказательную силу? Да? Для характеризации вот этой предиктивной мощности или силы Используется C-статистика так называемая Она же Area Under the Rock Curve Да? Вот И физический смысл этой статистики Это вот если есть пара больной-здоровый Да? И вот мы тест сделаем Да? И тест тоже их классифицирует Кто больной, кто здоровый Да? Значит, вот эта C-статистика Это доля случаев, когда этот тест оказывается прав Да? И понятно, что если C-статистика 0,5 Это мы просто случайным образом тыкаем пальцем И говорим там Левый всегда больной, да? Вот эта C-статистика будет 0,5 Если тест абсолютно точный Да? То C-статистика будет 100% Единица Вот Ну и в целом считается как 0,5 Это бесполезный тест Ниже 0,7 Это считается слабый тест Хотя и такие слабые тесты В некоторых ситуациях используются Да? Это очень зависит от того Про какую болезнь мы говорим И прочее, и прочее Вот И опять же в среднем считается Что Тесты с значением C-статистики Больше 0,8 Они имеют хороший потенциал Да? Но опять же сильно зависит от болезни Ну давайте сразу перейдем отсюда к генетике Да? То есть я вот сказал Что основной характеристикой теста Именно его как вот Хороший ли это тест Предсказывает ли он что-то, да? То есть его валидность какая-то Научная, статистическая, да? Это C-статистика 0,5 плохо 1 это хорошо, да? Давайте теперь перейдем к генетике И подумаем Для каких заболеваний Мы в принципе можем сконструировать Хорошее тесто, да? Ну и сразу понятно, что Вот мы говорим про моногенные признаки, да? Пенетрантность близкая к 100% Популяционная встречаемость Как правило очень низка И зачастую мутации в нескольких генах Объясняют вот эту вот Частоту заболевания Иногда только в одном гене Большое количество мутаций Знаменитый пример муковисцидоза Вот Ну а если эту мутацию мы знаем Мы знаем, что она приводит к болезни То понятно, что на основе Вот Для моногенной болезни Мы зачастую можем сконструировать Очень хороший тест У которого как специфичность Так и чувствительность близки к 100% Вот Значит Притом специфичность Как правило действительно близка к 100% А чувствительность может зависеть от технологии Возвращаясь к тому же примеру муковисцидоза Да Если мы тестируем Одну самую распространенную мутацию Которая Описывает где-то 50% случаев Да Не помню Дилеция 508 Кажется Вот То мы сможем детектировать Только порядка 50% больных Да Если мы полностью ресеквенируем Этот ген муковисцидоза То тогда у нас Чувствительность будет близка к 100% То есть сильно будет зависеть от технологии Но в принципе Для моногенных болезней Есть очень хороший потенциал Сделать тесты С очень высокой чувствительностью Специфичностью И такие тесты существуют Если мы говорим о сложных признаках Да Вот это как бы Основные такие вещи Да Базовые Я не говорю о каких Косклеротных болезнях Я теперь вот Рассматриваю два класса Моногенные признаки Заболевания и признаки Не обязательно заболевания И сложные Да Когда мы говорим сложные Мы имеем ввиду Полигенное наследование Множество факторов Средовых и генетических Участвуют в детерминации признаков То есть Есть много мутаций В разных генах Они обладают малым эффектом Только часть из них Нам известна Да Понятно что в такой ситуации Нечувствительность Неспецифичность теста Не может быть 100% Да Просто потому что Если Есть среда Участвует среда В детерминации признака И эта среда Мы ее не можем померить То есть Я не говорю Там о индексе массы тела Да О уровне глюкозы Я говорю о вот среде Как совершенно случайной Какой-то вещи Которой мы не можем Померить Средовой шум Так вот Если этот средовой шум Присутствует В детерминации признака Да Мы никогда не сможем Достигнуть Идеальных показателей Для такого теста Основанного Только на генетике Да Мы его правда Можем улучшать За счет включения Каких-то средовых факторов Вот Ну и в общем Понятно что Верхняя граница Вот этой Предиктивной мощности Предиктивного потенциала Генетического теста Для сложного заболевания Или признака Она детерминируется Абсолютно жестко Наследуемостью Этого признака Да Мы с помощью Генетического теста Не сможем объяснить Больше того Что объясняют гены Притом Это верхняя граница И Если мы говорим О сложных признаках То как правило Мы пока Объясняем только Часть дисперсии Генетической дисперсии Признака Да Вот То есть Сразу такое ограничение Что если мы говорим О сложных признаках Да Идеального теста Практически быть не может Если есть Случайная среда Его не может быть Теоретически Если высокая Наследуемость Если мы действительно Очень много знаем О генетической Детерминации Признака Мы объяснили Большую долю Генетической дисперсии Могут быть Неплохие тесты Да Но идеального Не будет В отличие от Моногенных заболеваний Некоторых Моногенных заболеваний Ну вот Это был Краткий обзор Подъективной мощности Да Именно вот Статистической Валидности Этого теста Но понятно Когда мы говорим О генетическом тестировании Множество других факторов Играют роль Да Как правило Мы Мы говорим В контексте Здоровья Медицины Возможно Возможно Какой-то Медицинской Системы Конкретной Да Мы можем Говорить Об обязательном Страховании О добровольном Страховании И так далее И так далее И так далее И понятно Что очень много Факторов Начинают Играть роль Да Это не абстрактные Признаки Это какие-то Медицинские признаки Мы говорим Возможно О заболеваниях Да Пусть у нас Есть даже Вот Прекрасный Тест Который Отлично Определяет Вероятность Наступления Болезни Да То есть Почти Идеальный Тест Но следующий Вопрос Конечно Что с этим Делать Поскольку Встает вопрос Ну вот Вам Дано Предсказание Что Болезнь Наступит Да А можно Ли ее Предотвратить Излечима Ли она И какое Лечение Да Сможете ли Вы оплатить его Хотите ли Вы об этом Знать То есть Тут можно Привести Несколько Примеров Да Классический Пример А когда Тест Имеет Огромную Медицинскую Ценность Это Тест На фенилкетонурии Который Используется Для скрининга Притом Если Тест Определяет Что Фенилкетонурия Наличие Стоит Имеется Прекрасное Лечение Просто Эти дети Используют Определенную Диету А после Какого-то Возраста Не помню Сколько 18 Кажется Лет Они могут Есть Все Что угодно Поскольку Мозг Уже Развился И В общем Им Эти токсины Особо Не вредят Вот Пример Прекрасного Теста Которое Имеет Высокую Медицинскую Ценность Давайте Рассмотрим Более Такой Сложный Пример Да Вот Есть Моногенные Формы Ранней Болезни Альцгеймера Да По Большому Счету Болезнь Альцгеймера Мы лечить Не можем Болезнь Тяжелая Неприятная Страшная Болезнь Да Вопрос Какую Медицинскую Ценность Представляет Вот этот Тест Который Вам С прекрасной Точностью Предскажет Раннюю Болезнь Альцгеймера Тут Можно Конечно Поспорить Там Некоторые Люди Наверное Захотят Это Знать Чтобы Вовремя Завершить Свои Дела Оформить Свою Старость Ну а Многие Люди Скажут Что Не дай Бог Мне такое Про себя Знать То есть Это Будет Личное Решение Видите Какая Неоднозначная Ситуация Идеальный Тест Но Его Медицинская Ценность Она Совсем Неоднозначная Ну я Я бы Не хотел Углубляться В сторону Да Я Про это Даже Не буду Говорить Поскольку Все Гораздо Хуже Гораздо Раньше Ну да Вот Есть Страховые Компании Да Работодатели И На самом деле Это Тоже Большой Вопрос Отночающийся Генетическому Тестированию Скорее К правовой Регуляции Этой Информации Вот Ну я Не буду Туда Углубляться Да Есть Такие Опасности Есть Конфликты Про часть Из них Я упомяну Про часть Не буду Углубляться Вот Далее Значит Вот как бы Два Крайних Примера Да Фенилкетонурия Болезия Альцгеймера Есть Множество Пограничных Ситуаций Да Вот Например Можно Тестировать На Лактажную Недостаточность Да И кто-то Вас будет Утверждать Убеждать Что это Совершенно Необходимая Вещь Да Вот А тот Скажет Что А зачем Это Тестировать Я сам Знаю Что я Не могу Пить Молоко Вот То есть Тоже Можно Поспорить Какая Медицинская Ценность Да Или Вот Есть Тесты Которые Прекрасно Ну Не Прекрасно Но Очень Неплохо Предсказывают Уровень Холестерина В крови Генетический Тест Очень Хорошо Предсказывает Ваш Уровень Холестерина В крови Отличный Тест Да Вот Ну И Холестерин Такой Медицинский Важный Признак Да Но Тоже Совершенно Безумный Тест В каком То Смысле Потому Что Холестерин Можно Просто Измерить Да Получится Дешевле И Надежнее Вот А То есть Медицинская Ценность Теста Это Одна из его Очень Важных Характеристик И тут Надо С каждым Конкретным Случаем Разбираться Отдельно И зачастую Это совсем Совсем Нетривиально Поскольку Перерастает Уже В какие-то Морально Этические Проблемы И Вот Конфликты Между Государством И Человеком Продолжение следует